Друзья, добрый день! С вами опять Катя. Я вас, как всегда, приветствую из нашего города, из Кинчану-Терми. Для тех, кто первый раз попал на мой канал, я хочу представиться. Я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана, друзья, и я являюсь журналистом. Смотрите, самолет летит как высоко. Наверное, это интерконтинентальный рейс. Вот я стала часто смотреть на небо. Вы мне многие рассказывают, мои подписчики, из-за того, что вот из-за этих химикатов, которые разбрасывают. Я смотрю часто, ну, вроде бы у нас небо чистое. Чистое. Никогда ничего не замечала, ни гаричи, ни горь, никакой горький запах. Гарь. Никогда не чувствовала. Воздух у нас чистый. Но я стала обращать внимание, что очень редко стали пролетать самолеты. Рейсы же сократили. Раньше мы знали, что в определенное время такой-то самолет пролетает, такой-то над нами. Какие-то повыше, какие-то пониже. В зависимости, у кого какой круиз, эшелон. Смотрите, пожалуйста. И здесь замотали. И наши тренажеры замотали. И детские. И наши взрослые замотали. Нельзя заниматься больше спортом опять. Йокараны бабай. Вот, посмотрите, пожалуйста. Все тренажеры закрыты. Я не понимаю, никакой логики нет. Никакой. Человек приходит. Осень сейчас. Нет жары. 15 градусов. Прекрасная погода. Человек приходит для того, чтобы... Вот они все стоят на дистанции. Чтобы позаниматься. Покачать мышцы. И тут все закрыто. Эта тропинка, она мне очень напоминает нашу дачную. У нас на даче такая же была. Это когда хвоя опадала осенью. Сейчас пойдем, я вам покажу. Грибки я увидела на том же самом месте, где и в прошлый раз. Увидела грибы. Вы мне сказали, Катя, это хорошие грибы. Дождевики. Но я их собирать не буду. Оставлю. Смотрите, какие чудесные выросли. Вот тут кто-то, видите, собрал... Нет, это растет грибок. Растет. Смотрите, прелесть. У меня муж куда-то бегает. Все их собирает в лесу. Меня таскает. Так, нет, по-моему, это плохой. Нет, или какой, не знаю. Я в любом случае, кто-то уже его оторвал. Вот нехороший человек. Правильно вы сказали, что не собираешь грибы, оставь для другого человека, кто будет собирать. Так. Прелестный какой. Ну, у меня уже такая аватарка одна есть. Тут кто-то содрал. Смотрите, пнул варвары. Да? Оставили бы. А тут маленький. Смотрите, какой чудесный. Хорошенький. Да, грибов много. Именно на этой полянке. Ну, пусть кто захочет, потом придет и соберет. Ну, я пофотографировал. В любом случае, природа есть природа. Сегодня на аватарку вот этот маленький пойдет. Так, а это что за гриб? Такой. Да вы посмотрите, пожалуйста, как их много. Вот еще один. Не знаю, это он целый. Нет, это кто-то все-таки тоже взял и сломал. Зачем вот так? Я согласна с вами, что если ты собираешь, ты собираешь. А так просто, чтобы пнуть. Прямо целая поляна. Смотрите, их много здесь, грибов. Видимо, им здесь больше нравится, чем в лесу. Вот такой вид открывается на наш город. Из парка, друзья. Вот даже часы наши отсюда видны. Вот, посмотрите, пожалуйста. Вот я пыталась найти хотя бы какое-то объявление. Вот эта лента, видите, внизу, посмотрите. Чтобы хотя бы какое-то объяснение было, почему нельзя этим заниматься. Вот я сейчас прошлась. Значит, здесь инструкция по мытью рук. Я, вот, знаете, смотрите, я не страдаю функциональной безграмотностью. Вот джетто, ординанса. Но я не понимаю смысл того, что здесь написано. ДС, амбиту, левода, коммуна. Очень много слов бюрократически заумных, которые не представляют никакого абсолютно смысла. Вот эта вот штука, чтобы руки мыть, от руки мыть. Куммуника. Очень много слов и никакого смысла. Я вот вспоминаю, раньше, в советские еще времена, многие переводчики, которым приходилось работать с членами политбюро, вот они переводили, допустим, их речь на английский язык или на французский, говорили, это что-то было жуткое. Это можно было офигеть, потому что столько было слов и никакого смысла. То есть могли говорить там полчаса, а потом смысловая нагрузка, она помещалась где-то там в пяти-десяти минутах. А, в общем-то, это же некрасиво, да, так, речь полчасовую уложить в пять минут перевода. Оливки, посмотрите, пожалуйста. И вот, в общем-то, и законы все таким образом пишутся. Вот таким образом они потом их все переворачивают, как хотят. И у государства таким образом вся карта окропленная. Вот этим отличаются все вот эти бюрократы, чиновники, вот великих писателей разных народов. Что произведения литературы, они доступны, понятны и назидательны. А все вот это написано таким языком. Это какая-то разводка чистой воды. Вот эта дорожка беговая, велосипедная. За десять минут через этот парк можно дойти до нового центра Кинчану-Терми. И там же недалеко находятся термы знаменитые наши. Надо мне будет и там поснимать. В термах. Давайте пройдем, посмотрим, вот нижняя часть, что они написали на детских тренажерах. Почему дети маленькие не могут заниматься спортом? Значит, потому что они не должны находиться вместе. Причина только в этом. И вот по этой же причине даются все вот эти вот сейчас, то, что вот вчера мы рассказали на примере Германии, дается постановление, как дети должны себя вести, когда они вне школы находятся. Оказывается, все то же самое происходит и в Италии. В разных регионах по-разному. Так, здесь я не вижу никаких надписей. Тут, где детки просто натянули и все. Так, а где для взрослых? Давайте пойдем посмотрим. Может быть, в этой части какой-нибудь бред они напечатали. Вот что они написали. Что запрещено находиться вместе. Необходима дистанция, намордник, руки сначала вытереть вот этой гадостью, которую они там повесили. Непонятно, что входит в состав. Не трогать глаза, нос, рот. У меня был преподаватель в Московской медицинской академии по хирургии. Он говорил, дурак писал, дурак подписывал. Ну, вот видите, значит, «Ала дата, дель, куатру, отобри, фино, до». И все, здесь идет речь, конечно, о детях. От 3-3 до 14 лет. Никаких спортивных игр. В общем, для того, чтобы никаким образом не играли друг с другом, не развивались, не социализировались. Вот что происходит. В принципе, как ребенку маленькому объяснить можно. Как? Ну, никак не объяснишь. Никак. Все зависит от родителей, от адекватности. Но я, к большому сожалению, друзья, я вынуждена сказать, что не все родители адекватны. К большому сожалению. Вот вчера, если вы видео посмотрели, я показывала, многие вот эти намордники на детей напяливают. Дети зеленого цвета идут. Да, тут ничего не сделаешь. Поэтому я, в принципе, думаю, что вот эта вот идея глобалистов, она сработает. Вероника во вчерашнем интервью, она очень правильно сказала, на примере немцев, что немцы привыкли жить неплохо, потому что страна жила всегда неплохо. Вот я хочу еще раз процитировать Веронику. А раз жила неплохо страна, значит, правительство все делало правильно. Раз тогда делало правильно, поэтому и сейчас делает правильно. Чем хуже жила страна, тем люди более, находят, более внимательны. Вот на примере даже той же самой Германии, западная и восточная, да, восточные немцы, они более требовательными стали, потому что они, в общем-то, прошли режим, они прошли обман, вот, и они более начеку. А западные, они больше, более доверчивые. В Италии народ, он не такой доверчивый, как немецкий народ. Но, в общем-то, скажем так, под запугивание, под эти, очень многие, большинство, большинство продавилось. Не все, но большинство, я все-таки думаю, что да. Может быть, процентов 55-60. Многие догадываются, что это все плохо, это все неправильно, но боятся. Такой определенный процент людей тоже, конечно, есть. Ну вот, смотрите, сейчас, вот они идут, видите, девочку, она вот так вот ведет. И считают, что это хорошо. На открытом воздухе, там как, там бес приспустили. Но очень многие, вот сказали напялить, они напялили. Они верят в то, что даже в парке, вот здесь, обратите внимание, пожалуйста. Многие вот так, да, ходят в намордниках. Причем она сама без, а ребенок в наморднике. Видимо, она считает, что она так о ребенке больше заботится, чем о себе. Друзья, я сегодня пришла в парк. Я не в спортивном костюме. Я пришла просто прогуляться, потому что я знала, что муниципальная полиция нам перекрыла тренажеры. Когда их откроют, мы не знаем, вполне возможно, только в следующем году. Я не могу ходить в палестру, то есть я не могу ходить в фитнес, заниматься в крытом помещении. Я несколько раз пробовала, мне не нравится. Я предпочитаю это делать на открытом воздухе. Исключение для меня это только крытый лед, каток. Крытый бассейн я тоже не очень люблю. Предпочитаю все-таки открытый летний. Поскольку тренажеры закрыли, я понимаю, что они очень простые, но, например, я испытывала определенную привязанность в зависимости от них, потому что они в хорошем у нас состоянии пребывают. И я решила сделать вот какую вещь. Я на Амазоне нашла тренажеры, знаете, такие переносной типа раскладушки, достаточно легкие, стоят недешево, но я хочу выписать. Я хочу выписать, лучше я там себе лишнюю пару обуви не куплю, там еще что-то не куплю, но я хочу купить этот тренажер. И я хочу проэкспериментировать. Я принесу его в этот парк, потому что здесь действительно все условия есть для занятия спортом. Я его поставлю прямо рядом с теми, которые они затянули, ленточками. Прямо рядом, потому что там удобное место. И я буду заниматься. И я хочу посмотреть на реакцию ментов, потому что они у нас здесь периодически проезжают. Что они мне скажут? Я представляю, как они офигеют, потому что они не будут знать, что мне сказать. Они встанут наверняка. Они у нас ходят парами, потому что один умеет читать, другой умеет писать. Голова у них только для того, чтобы ею есть или носить вот эту шапочку ментовскую. Они будут думать сначала минуты 2-3-5, обсуждать, могу я это делать между собой или не могу. Потом они ко мне подойдут, спросят, а потом не знаю. Поэтому я обязательно это сделаю. Может, они мне скажут, вам надо подвинуться, потому что здесь может быть грипп. А почему здесь может быть грипп? Потому что не такой грипп, вот как я вам только что показала, а вот тот самый, которого они очень сильно боятся. Поэтому перейдите, пожалуйста, под дерево. Вполне возможно, я этого не исключаю. Но я это проэкспериментирую, я обязательно поснимаю. Я хочу просто понять предел этого идиотизма. День, в принципе, начался очень хорошо, потому что когда я вышла сюда на прогулку, я встретила, я могу теперь уже сказать точно, нашего соседа Себастьяна Сомма, артиста. Я вам говорила о том, что он купил квартиру прямо по соседству от нас в трех минутах. Очень понравился ему наш город, когда он снимался здесь в фильме «Скунушута». Этот фильм выйдет в следующем году. Влюбился в наш город, купил квартиру, переехал сюда вместе со своей женой и собакой. У них маленькая белая собака, дочь осталась в Риме. Он сам неаполитанец, но он настолько влюбился в наш город. Он говорит, когда я здесь нахожусь, я испытываю именно полный релакс. Удовольствие. На днях его моноспектакль. И мы остановились, поговорили. Это так приятно. Я понимаю, что вот сейчас, когда у нас такой стресс, мы находимся в состоянии перманентного стресса, очень ценится вот такое отношение, что ты имеешь возможность с таким хорошим человеком, позитивным, невысокомерным, человеком, у которого есть культура быть знаменитым, благополучным, просто остановиться и поговорить. На днях его моноспектакль по хемингуэю и львейкио и льмаре, то есть Старик и море. Я обязательно пойду. Я вам сказала, что я уже приобрела билеты. И я хочу ему подарить пионы, цветы. Потому что в Италии, в принципе, нет такой традиции после спектакля артистам дарить цветы. То есть поаплодировали, похлопали и разошлись все кто куда. А я очень люблю пионы. Пионы – это мой самый любимый цветок. Поэтому я уже мужу сказала, чтобы он обязательно купил пионы. И я хочу после спектакля ему обязательно эти цветы подарить. Поэтому ура-ура. И он обещает, что он периодически здесь, в нашем городе, в Кенчано-Терме, этой зимой будет устраивать вот такие вот творческие вечера. Потому что в его репертуаре не один моноспектакль. Это так, это так, это так приятно. Друзья, и я вот каждого из вас, каждого моего зрителя, я всякий раз, я призываю, вот давайте стараться изо всех сил каждый день вот из таких мелочей делать какие-то праздники для себя маленькие, какие-то небольшие приятности. Только таким образом я считаю, что все вместе мы с вами сможем преодолеть вот эти трудности. Вот, детки, смотрите, вышли, все вот так идут. Друзья, ну я, конечно, понимаю прекрасно Себастьяну Сома, актера, который переехал сюда. Почему и это место, этот город, эта терраса, это кафе стало его любимым кафе. Посмотрите, какая красота, посмотрите, какая панорама. Вот они сейчас как раз сидели в компании, обедали за соседним столиком. Но я же не полезу к людям снимать, когда они обедают. Вот, я такими отношениями дружескими, товарищескими на данный момент очень дорожу. Зашла к ним в театр, когда у них была репетиция. Конечно, не посмела спросить, можно ли снимать во время репетиции. Но вы знаете, вот этот запах театра, когда ты входишь в запах сидений, запах стен, особенный запах у всех театров, так это было приятно присесть, посмотреть, как они подключают аппаратуру, как он произносит некоторые реплики из Хемингуэя. Вот пошла для того, чтобы сделать себе чуточку приятного. И получилось, получилось. Друзья, какое же у нас сегодня удивительное небо. Сколько оттенков в нем. Сейчас половина третьего. Половина третьего. Еще обеденное время. Люди гуляют по городу. Кстати, вы очень часто мне задаете вопрос, Катя, а почему где люди? Где люди на улицах? Нет людей. Ну, на самом деле, это моя вина. Потому что я стараюсь выбирать вот такой момент, когда людей нету. Я не знаю, почему это мой выбор. Не то, что меня кто-то просит или кто-то заставляет это делать. Но мне почему-то больше нравится вот так. Может быть, потому что сейчас вот этот режим намордников. Мне не хочется, чтобы на моей записи, на моем видео, они остались такими. Потому что время потом пройдет, все изменится. Я уверена, я оптимист. И, может быть, многие наши сограждане, те люди, которые проживают у нас в городе, им будет неприятно видеть себя такими. Поэтому, учитывая этот момент, я стараюсь снимать так, чтобы пока на данный момент в кадр не мало кто попадал. Друзья, вот еще какая деталь. Валида, наша замечательная коллега, блогер из Греции, сейчас позвонила мне и позвонила Ксюше. На нее что-то нешуточно наехали местные греческие власти. Обвинили во всех грехах, что она вот не так Грецию показывает. Ну, как она Грецию показывает? Она показывает так же, как мы показываем современную Европу. Потому что формат у Валиды, он такой же, как и формат мой, как формат Ксюши, как формат Вероники, Вероники, блогера из Австрии. Будьте так любезны. Я, с вашего позволения, оставлю сейчас ссылку на новый линк Валиды она вынуждена была поменять. Это непростое было решение для того, чтобы ее оставили в покое. Вот такие вот времена. Друзья, спасибо большое, что смотрите. Я вас очень и очень люблю. Да, кстати, маленькая хотела сделать еще анонс, что в субботу, в субботу я еду с половиной нашего города, в Пенчану Терми, я еду в Рим на манифестацию очередную. Это десятое число. Если в прошлый раз, пятого сентября, у нас было не так много людей, у нас сейчас едет очень много людей. Они выезжают ранним поездом, там, в шесть часов утра, потому что просто не было реально билетов на Интерсити. Я поеду на следующем поезде, на Интерсити. Они выезжают очень большой группой. Вот, поэтому десятое октября у нас большая будет манифестация в Риме. И десятое же октября будет спектакль, моноспектакль у Себастьяна Сомма. Поэтому, друзья, десятое октября я буду снимать манифестации в Риме. И это уже будут не шутки, не шутки, не как в прошлый раз, пятого сентября, когда там у нас было около пяти тысяч человек. Сейчас будет значительно больше, потому что, сами понимаете, какая у нас ситуация, в первую очередь, связанная с детьми. Поэтому, друзья, пятое, десятое, десятое, извините, десятое октября день будет у нас с вами достаточно насыщенный. Спасибо большое, что смотрите. И увидимся сегодня вечером. Субтитры сделал DimaTorzok